Дело в моей проповеди сегодня – жизнь в его присутствии. Или, другими словами, жизнь в большем присутствии. Первое, что меня удешает, это то, что вы все здесь. Чем отличается эта встреча или это собрание от других собраний? Оно отличается именно в большем присутствии. Уважаемая молодежь, вы этого не найдете ни в каком кинотеатре, ни в каком баре, ни в каком ресторане или цирке. Там ее просто нет. Вот почему мы любим Дом Божий и Божье присутствие ценит. Это наше преимущество, это наше привилегие. И пусть всех вас благословит Бог. Я буду читать, но вначале скажу еще одну мысль. Я считаю, что она очень важна. Вообще, уважаемые дети Божьи, в присутствии Божьей можно верить. И в присутствии Божьей можно переживать. Вы вообще верите, что здесь присутствует Бог? Спасибо, я тоже верю. И на этом мы имеем основание. Я просто говорю вам, библейское основание. Хотя бы не стих написано и старт. И сейчас я с вами во всей жизни до кончания века. Аминь. Какие я нахожусь здесь для себя важной истины? Послушайте, все, кто верит в присутствие Божьей в своей жизни в церкви, это люди, которые живут в страхе Божьем. То есть это люди, которые понимают, что есть на небе Бог, который видит всех нас, слышит всех нас и понимает нас. Причем на всяком месте. Как узнать, есть во мне страх Божий или нет? Очень просто. Если вы одинаково ведете себя, что в церкви, что дома, что на работе, или в школе, или на учебе, значит, пол у вас есть. Если вы по-разному ведете, извините, и у вас просто нет. Единственное, что я могу сказать, где можно его взять? Брат впереди меня читал. Как страшно это место. А я и не знал. Страх Божий приходит от присутствия Божьего. Скажите слава Богу. И если вы верите в присутствие Божьего, вы можете доверять Богу. Вы можете полагаться на Его и ожидать помощи. И еще один важный момент. Есть еще такая вера, когда люди верят в присутствие Божьего, но в результате они бездействуют. Они ничего не предпринимают. Ничего не ищут. А просто живут так, полагаясь на милость Божьей. Не к этому призывают раздох. И вторая моя мысль, что присутствие Божьего можно переживать. И когда вы будете переживать Бога, что-то произойдет в вашей жизни. В первую очередь вы будете видеть Бога. Во-вторых, вы будете слышать Бога. И в-третьих, вы будете идти путем покаяния и глубокого посвящения. Мы здесь, чтобы переживать Бога. К сожалению, многие христиане приходят, занимают места в церкви, но они Бога не переживают. Практически объясню вам. Вот, например, есть семья. Есть муж, и она есть дети. Часто муж отсутствует. Может быть, по работе. Но же она знает, что у нее есть муж, правда? Она знает, просто через неделю, еще какой-то месяц, он возвратится. И она чувствует себя уверенно, потому что он есть. Так или нет? Лучше еще, когда он уже дома. Но он дома может просто отдыхать, правда, может? Или спать. И то уже, что она чувствует себя уверенно. Но если он очень долго будет спать, она может даже возмутиться. То есть нормально, когда муж я есть, и жены есть. И нормально, когда они себя проявляют. Причем хорошо, правда или нет? Когда они что-то делают для дома, когда они беседуют, когда они общаются. Это нормально. Так точно, послушайте меня, Божьим присутствием можно верить. Но хорошо, когда Бог проявляется в нашей жизни. Что-то происходит. Именно от присутствия Божьего изменяется в нашей жизни. Наше служение и наше хождение перед Богом. Поэтому я читаю Слово Божьего. Мои читают вместе со мной Исаии, 6 глава. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высокого и превознесенного. И края листьев наполняли весь храм. Очень интересное повествование. День смерти царя Озии. Я видел Господа. Кто этого Господа видел? Кто знает? Исаия. Пророк Исаия. У меня есть послание к вам, молодежь. Не только молодежь. Не так важно, что было до этого момента, пока вы пришли сюда. Но очень важно, какие вы уйдете отсюда. Жизнь так устроена, что в нашей жизни, как и здесь написано, иногда что-то умирает. И хочу вам сказать честно, что иногда умирают не только люди, но умирает наша надежда. Умирают целые стужения. Умирают очень немало хороших и бесценных вещей. И когда это приходит в нашу жизнь, наша вера ломается, и мы внутри надломлены, что делать дальше. В этом повествовании идет речь об Озии, который был хорошим царем для Израиля. При чем он царствовал или управлял государством 52 года. Люди к нему бы расположены и привыкли. И Исаия это хорошо понимал. Ему тоже было хорошо. Но когда его не стало, возник вопрос, что будет дальше? Что делать? И Исаия, просто смирившись, он начал искать какой-то выход. И он в величайшей нужде взывал к Богу. Он не искал Бога. Он нуждался в совете с небес. И так, в год смерти царя Озии, я видел Господа. Меня это, вы знаете, вдохновляет. Не написано, что в тот же день, когда Озия умер, а в год. И я не знаю, сколько этот проб Божий молился. Сколько он целовал к Богу и тосковал. Но это было в тот же год, когда умер царь Озия. И вот пришло решение, неожиданно. Пришла помощь. И он говорит, я видел Господа. Правда есть в том, что иногда какая-то личная трагедия, она приводит нас к Богу. Правда или нет? Как тревога. Не только трагедия, иногда какой-то наклон. Или когда ваши планы рушатся. Правда хочется сказать самому себе. И так хочется быть ближе к Богу. Я сам просто участвую в служении. Иногда участвую очень много. Иногда просто хочется остановиться. И сказать, Господи, мне нужен Ты. Я нуждаюсь в Тебе. И если Ты не поможешь, что может сделать человек? Поэтому я еще раз обращаю на это внимание. Он говорит, я видел Господа. Я хочу вам сказать, что в этом суть христианства. Видеть Бога таким, как Он есть. Следующая, мне это моя мысль. Почему важно видеть Бога? Почему важно видеть Бога? Только потому, чтобы сравнивать себя с Ним. Чтобы не сравнивать себя с другими. К сожалению, многие христиане это не делают. И все, что они делают, они сравнивают себя с другими. И я хочу сказать, на их фоне вы можете выглядеть неплохо. Но нам всего нужен Бог. Он есть величайший стандарт. И мы должны равняться на Него. Он для нас пример. И если вы будете смотреть на других, вы можете возрастать в вашей гордости. Если вы будете смотреть на себя, вы можете просто терять веру и унывать. Но если вы будете смотреть на Него, начальника и совершителя веры, вы всегда будете иметь то, в чем вы больше всего нуждаетесь. Слава Иисусу Христу! Бог желает, чтобы мы на это обратили внимание. Я однажды слышал разговор. Одна сестра говорит, другая говорит, я слышу много нехорошей информации у вас и в вашей семье, в вашем доме. А эта сестра, которая слушала, спрашивает, а вам это нравится слушать? Она молчит. Она говорит, что нравится, иначе вы все это бы не слушали. А почему мы слушаем с удовольствием? Потому что мы сравниваем себя с другими. И благодарим Бога, что вы не такие, как прочие люди. Я часто говорю, вы знаете, почему фарисии, они молились на углах улиц? Именно на углах. Становились и молились на углах. Кто-нибудь знает? Что вы видели на этой улице и на этой улице? И слева, и справа. Но не к этому призывают нас Бога. Поэтому бывают моменты в нашей жизни, когда что-то рушится, так или нет. Что-то не получается. И мы в чем-то нуждаемся. И мы обращаемся к Богу. Я хочу вам сказать, в эти моменты Бог стряхивает нас. Вообще, кризисы, которые приходят в нашу жизнь, они случаются, чтобы не верующие люди в Бога, не знающие в Бога, они разумились. А верующие в Бога к Богу приблизились. Если это работало в жизни Исаии, я думаю, что оно должно работать и в твоей, и в моей жизни. Вы знаете, когда люди приходят, например, в идольский храм, то первое, что им показывают, идола, к которому они кланяются. И я верю, что нормально, если мы говорим, что мы верим в живого Бога, чтобы люди, которые приходят в церковь, они видели этого Бога в нас. Аллилуйя. И чтобы Он проставлялся через нас. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на следующую, из какого Он видел Бога. Какого Он видел Бога? В то время около 25 тысяч людей собиралось только во внешнем творе. И вдруг произошло такое потрясение. Какого Он видел Бога? Они говорили друг другу, свят, свят Господь Заваоф. Они говорили не о машинах, не о любимых, а о святом Боге. Аллилуйя. Аллилуйя. Так хочется, чтобы имя Божие было благословено. У нас закончилась сейчас в Мессенятской школе, сейчас идет подростковая школа. И я просто в этой школе преподавал, а потом сразу же приехал к вам. И вот когда мы пришли к этим студентам, им 15-16 лет, мы начали всю встречу, свое знакомство. И мне очень хотелось бы узнать, почему эти молодые люди, которые приехали с разных штатов живут? Я говорю, давайте будем знакомиться. Они, наверное, пожелали, чтобы им будут спрашивать имя, фамилию, откуда они приехали. Но я не об этом. Я просто начал с ними разговаривать, спросил, что написано, что написано в 17-й главе от Марка. Кто-нибудь знает? Они ответили правильно. Такой главы просто нет. Я потом следующий вопрос сказал, скажите, кто самый лучший проповедник, который вы знаете во Вселенной? Они тоже правильно ответили, сказали, Христос. Я спросил, следующий вопрос, говорю, а кто является королем проповедников? Они этого не знали. Я говорю, это нормально, это уже не в вашем уровне. Вы не зря приехали к нам. Спасибо. Потом меняю тему и спрашиваю у них, скажите, пожалуйста, какая столица Южной Африки? Они говорят, знаете? А они ответили. И следующий спрашиваю вопрос, кто два вопроса ответит, говорю, там он приз. Какая столица Словении? Они ответили. Потом я просто снова меняю тело и начинаю говорить следующее. А кто выиграл чемпионат Америки по хоккей? Ох, как они кричали. Они это тоже знают. А я просто для себя определяю, чем эти люди живут. А потом спросил, какую вы самую крутую машину знаете? Они кричали очень здорово. Я до сих пор не понял, какая самая крутая тачка. Но я понял, что они об этом знают все. И таким образом мы продолжали знакомиться с той целью, чтобы понимать, чем эти люди живут. Это было удивительное время. И это было очень задушевное общение. И так мы начинали каждый урок. И это было удивительное вступление. Сейчас я просто хочу вам сказать, что чем человек живет, о том он и говорит. И вот испытка сердца, говорят уста. Бог пришел на землю и в нашу жизнь, чтобы мы жили им и для Него. И мне нравится вот это выражение. Свят, свят Господь Самунов. Вы знаете, что я верю в Святого Бога. И я вообще, как христианин, люблю святость. Я не знаю, как вам нравится это. Я стараюсь жить свято, не потому, что меня попросили, не потому, что мне закрещают то или другое делать. Я просто люблю чистоту. Просто люблю. Легко делать то, что вы любите. И очень трудно то, что вы не любите. Если только вы полюбите чистоту, все у вас получится. В Библии написано, будьте святы, потому, что я люблю Иисуса, я Его уважаю. И мне легко жить святой жизнью. Потому, что тот Бог, который я верю, который я люблю, Он святой Бог. Что мы Ему просто угождаем. Что мы делаем то, что Ему понравилось. Я просто стараюсь так жить. Но я не знаю, как вы. Я люблю, например, кушать с чистой ложкой. А как вы. Мне нравится чистая одежда, чистая посуда. Мне нравится. Мне нравится, не знаю, как вам. Поэтому, вообще-то, чисто не в тех домах, где убирают, а там, где не ссорят. И чисто именно там, где люди любят чистоту. Есть люди, которые живут в хаосе, а периодически делают генеральную уборку, перед причастием. А есть люди, где всегда чисто. Я говорю, можно мыть посуду и ворчать под нос. Опять это посуда. А можно мыть эту посуду с песней и получать откровение от Бога. Все равно тебя она никуда не денется. Скажите, слава Богу. Аллилуйя! Наше призвание пройти по земле с песней. И я говорю, суть не в том, какие вы пришли сюда, и что произошло в вашей жизни, но очень важно, как вы выйдете отсюда. Вы помните, когда Павла и Силу посадили в темнице? Интересно было то, что когда они пели вместе, когда они были в гармонии, случилось землетрясение. Когда люди в церквях, объединенные в своих сердцах, это одинаково, что солдаты идут строем по мосту. И если их немало, и если они делают это строй, но они будут расшатать любой мост. Пение Павла и Силы вызвало землетрясение, определенную волну. И поколебались верхи врат от происходящего здесь. Бог желает поколебать чего-то неверие. Бог желает вас из тесноты вывести на простор. Я благодарю Бога за это. И хотя земля потряслась, хотя это было чудо Божие, вмешательство Божие, никто из них при этом не поканится. Хотя обычно в тюрьме песен не поют, или поют очень редко. То, что церквях поют, это понятно. Но они пели. Случилось землетрясение. И много там произошло чудес. Но главное было чудо в том, что когда эти люди могли убежать, они не двинулись с места. Потому что они понимали, они по плану Божьему здесь, в тюрьме. Это не случайные обстоятельства. А это план Божий на их жизнь. И они оставались, когда даже уже была полная свобода. И это сразило вот это хоро. Тернишного стража. И они ему сказали, не делай никакого зла, ибо все мы здесь. Я хочу вам сказать, здесь Господь, ковчет Божий и Его могущество. Не допускайте зла в вашей жизни, и не делайте его другим. Потому что Бог свешивает сердца и знает движение наших мыслей. И когда вы будете жить правильно пред Богом, то потрясутся многие темницы, и грешные сердца откроются для Бога вечно и живого. Но продолжайте петь не только в церквях ваших, но идите с песней по жизни. Как бы ни стыкнулось в вашу жизнь, твое призвание просто петь. Я понимаю, кому петь, как не надо. Аллилуйя. Мы созданы, мы рождены для песен. Слава Иисусу. Поэтому Он викинг вас святым. Он викинг вас святым. Я молодежи предлагаю, если Вам предлагают какое-то искушение, или просто приглашают на какой-то грех, вы можете кричать, свят, свят Господь Сам Род. Аллилуйя. Никогда я этого не сделаю и никогда туда не пойду. Бог мой свят. Я в это свято верю. Я это люблю, и я этим живу. Пусть Бог вас хранит в своих могущественных руках. И скажу вам, если вы дружите с грехом, вы никогда не увидите Бога, ибо чистые сердцем Бога узрят. Написано, блаженный, хранящий в крови, и всем сердцем ищущий Его. Чем отличается ищущая Бога от не ищущих? Хотите это знать? Послушайте. Я читаю, они не делают беззаконие, ходят путями Его. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте, когда Он близко. Почему важно видеть Бога? Первое, я вам сказал, чтобы сравнивать себя с Ним. Второе, чтобы доверять Ему. Еще раз, чтобы доверять Ему. Почему? Почему? Потому что, какого Он видит Господа, Исаия? Высокого и превознесенного. Я не знаю, через какую вору тебе надо перейти, или какие проблемы одолевают вас. Он выше. Он над ними. Он в состоянии тебе помочь. Он Царь наш. Над всеми Богами. Он Бог наш. И Ему поклонись в сердце Своем. Он был высокий и превознесенный. Он на высоте. Он наблюдает за твоей ситуацией. Он на троне. И не даст тебе испытания сверх сил. Просто научись доверять Ему. Часто нам кажется, что Бог не слышит. Бог опаздывает. Бог не помогает. Но я здесь, чтобы сказать Он на троне. Последнее слово будет за Ним. Он помощь наша. И Он надежда наша. Написано Он вчера. Сегодня. И вовеки тот же. Он неизменный Бог. Изменяются многие вещи. Многое рушится и падает. А Он стоял и будет стоять. Он из алфа и элега. Начало и конец. В трудное время многие оставляют нас. Но Бог это не сделает. Никогда. Написано всегда я видел предстот мою Господа. Ибо Он нанесуя меня. Не поколюблюсь. Слава Иисусуя. Вторая моя мысль. Я проповедую на тему как мы можем жить в его присутствии или как мы можем переживать Бога. Жизнь в его присутствии. Почему это важно? Послушайте. Второе, что он увидел или услышал он увидел себя. Еще раз. Исаия увидел Бога. А потом что он увидел? Себя. Это благословение. Читаю Слово Божие. И сказал я, горе мне погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои увидели царя Господа Савров. Это пятый стих. Послушайте. В водовороте своей жизни Исаия не испытывал особой нужды в Боге. Но все изменилось когда он пошел путем испытаний. Он пошел в присутствие Божие. И он увидел себя. Почему это важно знать и услышать? Потому что он был пророком Божиим. Вы слышите меня? Он был пророком Божиим. И если вы будете читать предыдущую главу, то вы увидите следующее. Я вам некоторые стихи только читаю. Горе тем, которое зло называет добро. Он обличал Израиль. Горе тем, которое зло называет добром, а добро злом. Тьму почитает светом, и свет тьмою. Горькое почитает сладким, а сладкое горьким. горе тем, которые мудрым глаза своих и разумны пред самим собой. Вы прочитайте эту главу. Он говорит горе, горе, горе. Тем, кто увлекается вином, и так дальше, и так дальше. Но все поменяло в шестой главе. Что изменилось? Исайя сказал горе мне. Он еще раз повторяю, он увидел себя. Запомните, только видя Бога, у нас изменяется наше представление о себе. Мы о себе в принципе неплохого мнения. Но все, как говорится, остается в сравнении. Вы можете думать, что вы поете, как Давид играете на арфе. Но минимум, что вам надо это услышать Давида, надо встретиться с мастером. И просто сопоставляя сравнение, вы увидите себя или как бы свои возможности. Поэтому я хочу что-то важное сейчас сказать. Когда человек удаляется от Бога, он видит других поведений и поступков. А когда человек приближается к Богу, он видит себя. Если вы знаете что-то много от других, а таковых людей в церквях немало, некоторые знают все, что происходит в людях, в семье и церквях, хочу вам просто сказать, вот этого вам не будет никакого ни назидания, ни пользы. только в время. Если человек смотрит с улицы на нас, например, сейчас там еще светло, но если бы там было темно, послушайте меня, он видел бы все, что здесь происходит, как на ладони, но вы вряд ли увидели его и чем он занимается. Во свете твоем мы видим, что свят. поэтому когда человек удаляется от Бога, он будет говорить о других, он будет знать о других, он будет сравнивать себя с другими, но нет в этом ни благословения, ни счастья. Но благословен тот, кто знает себя, кто видит себя во свете Божьем. По мере приближения нашего к свету, так или нет, я могу думать, что все по мне нормально, но если бы здесь был посильнее свет, то вы бы даже увидели, что здесь присутствует пыль, правда вы увидели? Да или нет? Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас что-то важное услышали, друзья мои, переживание Бога изменяет нашу жизнь. Аллилуйя Богу! Запомните, как Бог смотрит на человека и как люди смотрят друг на друга. Люди друг в друге видят или ищут недостатки, а Бог ищет в нас достоинства. Бог благоволит к тебе. Запомните, долготерпеливый человек это человек познавший себя, а кроткий это человек познавший Бога. Сколько нам надо еще иметь или к чему мы должны стремиться, чтобы всем этим обладать. Вне присутствия Божьего запомните любая радость временна. И вне присутствия Божьего вы никогда не можете иметь и не будете иметь избытка. Только пребывая в Его присутствии вы будете сохранять постоянную готовность к служению. причем кому проповедовать или петь это решает пастыря. Это их привилегия, а моя ответственность быть готовым. Проблема есть в том, что иногда дают проповедовать людям, а не обижаются. Они как бы говорят, ты что, не можешь другого кого-нибудь позвать. Не дают, они тоже обижаются, потому что им кажется, что кто-то просто обделяет их. Но я еще раз повторяю, наша ответственность это наша готовность. Возможности для проповедования предоставляет Бог, и Он спросит у нас за каждую упущенную возможность. Все должно не сходить от присутствия Божьего. Написано не воинством и не силою, но Духом Моим говорит Господь. Возвращайтесь сначала, можно верить в присутствие Божьего, а можно Его что? Переживать. И когда мы переживаем Бога, мы Его видим, мы видим суть, характер, мы начинаем Бога понимать, мы соприкасаемся с Божьей святостью, с Божьей любовью, мы переживаем Ее благодать, мы понимаем, какого Бога мы верим, какой Он сильный, и Он пребывает на троне, и Ему подчинено все. Аллилуйя! В присутствии Божьем или переживая Бога, мы можем видеть себя. Вы помните Яна, который пал, как мертвый, когда он встретился с ним, Исаи говорит, я видел Господа. И в чем была проблема? Он сказал, горе мне. Я часто говорю, послушайте меня, когда помните 12 учеников собралось, 12 учеников и Иисус говорит, причем меня удивляет, это была трапеза. Я слушаю это, думаю, не стоило было им общего аппетит учеников портить. Они еще толком не покушали, один из вас предаст меня. И наступила тишина. Я перевожу это все в наше время. Я думаю, что было бы если собрать сегодня 12 братьев и сестер и сказать подобное заявление, один из вас предаст меня. Вы знаете, что было бы? Вот эти 12, они в течение двух-трех лет вычислили предателя. Для гарантии двоих. А что делали они, чем они отличались от нас, ученики? Я хочу, чтобы это услышали. Они каждые говорили, не я ли, мы думаем, что падать могут только они, но это ко мне не относится. Но Библия говорит, праведник всем разу падет, но встанет. Просто будьте честны пред богу и восстановит тебя господь. Корень не это момент истины. И что он говорит? Погиб я, потому что у меня проблема с языком. А вторая проблема, а люди, которые окружают, они понимают язык, как я. Это Иса, я перевожу на украинский. Смотрите, корень мне, и человек с нечистыми устами, и шеустрите народа так же с нечистыми устами. Это серьезная проблема. Но у меня есть решение для вас. Послушайте, не так важно, что люди говорят о нас, и сколько они говорят о вас плохого. Это не так важно. Важно, чтобы все это в конце оказалось неправдой. Если вы будете прислушаться к другим, у вас не будет времени для Бога, вы не в состоянии будете ее слушать. Просто не так важно, что происходит вокруг вас, но очень важно, что происходит у вас внутри. Не так важно, через какое испытание ты проходишь, но очень важно, какие вы выйдете оттуда. Аллилуйя! Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Божье благоволение к нам, братья и сестры, вы только проверьте ваши разговоры, обратите внимание, о чем вы говорите. А я хочу вам просто сказать очень важную сейчас истину. Я верю, что христиане не ругаются, не сусловят, но бывает иногда пошумят, но послушайте, если вы даже все это оставили, это все равно, что вы выкорчевали колючее дерево в вашем саду, но если вы ничего не посадили, вы еще ничего серьезного не сделали, хорошее дерево, вы меня слышите? В Библии написано слово наше должно быть с благодатью, приправленной солью. Что это значит? Это значит, что люди, которые слушают ваши слова, они должны воспламеняться в жажде. Они должны искать Бога, жаждать Бога и желать Бога. Вы меня слышите? Я говорил это, послушайте, когда у меня дети были поменьше, я еду с ними в поезде. Они увидели поезды, папа, можно мы будем проводниками? Я говорю, можно. Как вы растите? Потом мы летели в самолете, они спрашивают, папа, можно мы губленчиками? Я говорю, можно, если получится. Я хочу, я об этом мечтаю, чтобы люди, которые приходят в церковь, у них было желание не просто оставаться здесь, а было желание, папа, мама, я хочу быть христианином, я хочу быть такими, как они, я хочу вот здесь пела молодежь, и я хочу вас спросить, у вас хотелось бы ну, стать рядом, попить с ними? Если не хотелось, то не надо. А если не хотелось петь, то было ваше желание хотя бы встать и поддержать их, просто их. Я здесь восемь, у меня было такое желание, если бы это поломаться, я тут же стал, то поднял во всех вас. А если не хочется, то не надо. В Библии написано так, влеки нас, мы побежим за тобой. Что это значит? Если мы призываем кого-либо к чему-то, То если мы только призываем, а сами ничего не делаем, то никто за нами не последует, не пойдет и не побежит. Но если мы привлекаем кого-то к чему-то и сами начинаем бежать, тогда обязательно кто-то побежит за вами. Аллилуйя! Причем бегите не так, чтобы бить лишь только воздух. Живи не для того, чтобы время убивать, но чтобы свет твой видел друг и недруг, чтобы на земле Иисуса прославлять. Например, если один человек бежит, меня-то не пишет ли это. Думаю, занимается человек, занимается. Но когда я был маленький, я помню, когда бежит соння, мне хотелось почему-то бежать вместе с ними. Молодежь, когда вы подниметесь и начнете вот этот бег, многие к вам пристроятся, многие придут посмотреть на молодежь, которая горит для Бога. Причем горит не сгорая. Они придут посмотреть на ваши лица и послушать ваше пение. Но еще раз смотрю, если вы что-то не делаете плохого, это похвально, но это только половина тела. Вы должны обладать тем, чем мир не обладает. Несмотря ни на что, и тогда вы будете привлекательными для других, вы будете людьми особенными, ревностными к добрым делам. Это воля Божья, и Бог желает зажечь молодежь силой Святого Духа. И последняя моя мысль, мы будем молиться, что еще увидел Исаия, переживая Бога, находясь в присутствии Божьем, он увидел свое призвание. Еще раз смотрите, он увидел Бога, потом увидел себя, а потом людей вокруг себя. Или свое служение. Как об этом написано в Библии. И услышал я голос Господа, говорящего «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И сказал Исаия, вот я, пошли меня. Сегодня как никогда. Бог ожидает работников на свою жатву. Наша молитва, она и сегодня должна быть в силе. Господи, выжди работников на жатву Твою, ибо жатвы много, а делателей что? И еще добавлю, деятелей хватает, а делателей очень мало. Запомните, слушание, ради служения, никому не надо. Слушание должно иметь результат и плод. Работать надо на результат и на цель. Во имя Бога и с помощью Бога. Аллилуйя. И еще раз смотря он увидел свое призвание и услышал голос Божий, кто пойдет для нас, кто пойдет для меня, я здесь только по этой причине. Я понимаю, что даже работаем в большой команде, даже если нас не 8 группу, а 80, мы не сможем эту работу выполнить здесь в этой стране без вас. Но Бог подымает молодежь, зажигая ваши сердца любовью, чтобы вы понесли благовестие другим людям. А теперь уважаемые христиане, послушайте, то, что вы приходите в Дом Божий, вы хорошо делаете, но все, что мы делаем, приходя в церковь, мы это делаем для нас. Еще раз, мы это делаем для нас, но Бог говорит, кто пойдет для меня. Одна из проблем церковной жизни сегодня, что мы желаем благодать Божию, все дали Духа Святого переживать, сидя на своих церковных скамериках. Это плохо работает, не потому, что Бог жарный, а потому, что сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем людям. И когда они шли, Бог сопровождал их чудесами и знамениями. Бог благословляет идущих. Поэтому, когда вы будете молиться за больных среди неверующих, исцеляющихся от разных болезней, будет в два-три раза больше, нежели в церковных собраниях. Потому, что Бог благословляет идущих. Вы будете видеть чудеса и знамения. Бог будет посылать вам откровение и слово. Вы будете видеть славу Божию, спасение Божие и вяжь вера многократно возрастет. Я благодарю Бога за все это. И прошу вас всех, надо просто сделать переоценку ценностей. Не живите для себя, но обратите внимание на нужный других. Тогда благодать Божия потечет через вас, покоряя веры сердца и народы. И услышал он голос Божий, кого мне послать и кто пойдет для нас. Я сегодня хочу, чтобы вы этот призыв услышали. И хочу вам сказать честно, если вы еще не заняты в служении, если вы не пошли туда, куда призывает Бог, вы еще этого не пережили, вы это еще пока не услышали. Не имеет значения, сколько вы лет пребываете в церковном собрании, вы должны это услышать и пойти для Него, во имя Его и ради Него. В вашей жизни Бог будет творить чудеса. И запомните слово Божьего говорит так, зерно падших землю, если не умрет, то будет одно, а если умрет, то принесет много плода. Божий огонь придет на жертвенное служение, Божий огонь придет на серьезное посвящение, Божий огонь не благодать придет на открытые и жаждущие сердца. Мы сейчас будем молиться, и я хочу просто молиться вместе с вами за нашу молодежь. И я прошу обращаться к молодежи, если у вас есть проблема с святостью, если ваша жизнь пересекается с грехом, если вы не можете просто жить победоносной жизнью, сегодня Бог в помощь тебе, обращайтесь к Нему, обращайтесь к Нему, чтобы переживать Бога и жить святой победоносной жизнью, просто смиряясь, признайте свою вину и скажите, как сказал Исаия, горе мне, горе мне, потому что я увидел свою проблему, но как только ты ее увидел, ты уже на пути к исцелению, и еще я хочу обратиться к аудитории, если ваша жизнь проходит так, как она проходит, что во всех проблемах и грехах вы обвиняйте других, есть люди, которых даже своей вины нет, а если что-то случается, если бы не они, если бы не дети, если дети были послушны, правда, если бы не жена, если бы не муж, то мы были бы как ангелы, а я говорю, при чем здесь они, они были и будут, но что ты представляешь сегодня в глазах кожи, обратите внимание на свое сердце, пока вы оправдываете свой грех, вы его укореняете в себе, и от этого греха вы никогда не избавитесь, казни свой грех в присутствии Божьего, во имя Иисуса, если вы языком, словом или делом просто раздражались, кричали, Бог желает помиловать вас во имя Иисуса, и последнее, если вы готовы сегодня молодежно серьезно посвящение, Бог пошлет свое благословение и угон на вашу жизнь, если вы готовы сказать, Господь я слышу, это для меня, я слышу твой голос, как слышал пророк Исаия, и я кричу, я отвечаю на твой призыв, я часто говорю, голодные дети, кричат, поэтому редко бывает голодные, если ты слышишь приглашение небес, скажи сегодня, вот я, пошли меня, и пусть Бог примет ваше посвящение, и благословит вашу юность, и благословит вас служение следами за Богом, ему все слава, ныне и вовеки, аминь.